доброе утро сегодня суббота 26 ноября у нас идет снег за окном плюс 2 в квартире все есть и электричество и отопление и вода и я готовлю завтрак и и и и и и вкусный завтрак готов в лаваше вы видели я завернула вкусняшку и и добавила еще перец и помидор а еще творог со сметаной и джемом всем приятного аппетита в комментариях задавали вопрос по поводу вот этой сметаны сметана просто квашена изготовлена она в украине полтавская область мисток ремончук вот так что не переживайте сегодня для нас не самый лучший день у нас заболел код лёлик ему 16 лет и еще что больше огорчает что врач которому мы доверяем и которым уже не раз обращались за помощью в киеве сегодня не сможет нас принять потому что нет в клинике электричества и вот мы едем в клинику которую мы не знаем на консультацию уже скорее всего там придется делать операцию не знаю еще точно но интуиция подсказывает что так будет буду держать вас в курсе и после визита расскажу какой диагноз поставили коту приехали мы домой и сейчас все расскажу были мы в клинике с лёликом как я и предполагала это абсцесс его пришлось вскрыть без наркоза потому что возраст 16 лет и состояние кота не позволяет делать наркоз у него скорее всего есть уже почечная недостаточность температуры нет когда побрили сбрили шерсть на дне полости рта уже есть даже свящевой ход откуда начал выходить мной но нужно было помочь скальпелем немножко сделать больше отверстие вскрыли промыли укололи антибиотик упололи обезболивающий препарат и такое слабое все чтобы не навредить почкам и нужно будет еще три четыре дня поездить поколоть антибиотики и попробовать эту полости где собирается гной причина скорее всего из-за зуба который у него там есть хотя подвижности зубе нет но чтобы удалять зубы это нужно делать наркоз то есть решили пока обойтись только промыванием абсцесса там уже будет видно слабый лёлик уже слабый он очень сильно похудел но аппетит есть температуры нет и в туалет ходит он нормально так что будем надеяться что он еще нас порадует своим присутствием мы не унываем в этом плане потом мы ездили саша и алены на радиорынок немножко там скупились лёша для работы взял штекера припой для пайки и купили светодиодные ленты к ним купили провода и зажимы для того чтобы фиксировать это на аккумуляторе то есть когда не будет электричества у нас будут в комнатах светодиодные светильники гореть много времени потратили конечно на радиорынке везде надо обойти долго это все немножко подмерзло приехали домой пообедали покушали суп я вчера сварила с гречневой крупой доели блинчики попили кофе вкусный и что сейчас есть электричество есть вода есть топление все хорошо квартире уже так комфортно стало в нашей комнате которая самая холодная 17 в этих комнатах уже хорошо я планирую готовить сегодня вкусный пирог сейчас еще раз изучу рецепт я его готовила но очень давно поэтому хочу вспомнить память и в своей не восстановить все и буду снимать для вас и для моих родных рецепт все ребятки комментариев очень много я не успеваю их все читать если вдруг кому-то не ответила не обижайтесь пожалуйста и я очень рада что на канале очень много благоразумных адекватных людей спасибо вам большое за то чтобы есть за то что оставляете комментарии спасибо мои хорошие мы снова с вами на кухне и хочу сегодня вместе с вами приготовить ананасовый пирог его еще по-другому называют пирог перевертыш что нам для него понадобится сейчас вы на экране видите все ингредиенты их количество и я еще раз вам расскажу значит нам нужно ананасы консервированные колечками и они идут вместе с соком понадобится этого сока 100 миллилитров 200 грамм муки 100 грамм сахара разрыхлителя полторы чайных ложки для карамели нам нужно будет две столовые ложки коричневого сахара если нет коричневого можно заменить обычным 2 яйца и масло для теста 120 грамм и 25 грамм для карамели начинаем готовить открываем ананасы аккуратно отмеряем 100 миллилитров сока я это сделаю над раковиной вот получилось и теперь на тарелочку положим бумажное полотенце и выложим колечки ананасов чтобы стекла лишняя жидкость обсушить их нужно я уже включила духовку разогреваться на 180 градусов и сверху тоже бумажное полотенце следующий этап сотейник выкладываем 25 грамм сливочного масла и добавляем две столовых ложки тростникового сахара и ставим на огонь провариваем 3-4 минуты распределяем форме где мы будем выпекать пирог тонким слоем замечательно получилось и теперь сверху выкладываем ананасы пока форму отставляем в отдельную емкость добавляем 120 грамм сливочного масла мягкого добавляем 100 грамм сахара и нужно нам перетереть это хорошо теперь вбиваем по одному яйцу и каждый раз перемешиваем и еще одно убиваем у вас должна получиться вот такая воздушная смесь теперь в муку добавляем разрыхлитель полторы чайной ложки теперь вливаем в тесто 100 миллилитров ананасового сока аккуратненько перемешаем и через сито вводим поэтапно муку не всю сразу и замешиваем тесто и еще ребята я хочу добавить секретный ингредиент немножко куркумы для цвета вот такое тесто у нас должно получиться но довольно таки густое отлично и давайте собирать пирог распределяем по форме ну вот ребята и этого красавца пора отправлять в духовку выпекаться при 180 градусах 30-40 минут девочки смотрите у меня прошло 23 минуты я проверила зубочисткой он у меня уже пропекся все зависит от вашей духовки и от формы в которой вы будете выпекать и количество ингредиентов внимательно смотрите чтобы он не пересушился общем не хватило 23 минуты по рецепту вообще написано 45 минут но я знала что у меня духовка быстрее готовить поэтому я вам сказала полчаса у меня получилось 23 минуты сейчас он остынет я аккуратно его переверну на блюдо и будем пробовать как всегда тадам вот такой красавец у нас получился ананасовый пирог перевертыш готов аромат волшебный от него исходит и уже не терпится его попробовать хочу показать вам его в разрезе вот такой он пористый красивого солнечного цвета за счет куркумы он хорошо пропекся и обязательно нужно попробовать какой он нежный он просто тает во рту девочки ананас дает небольшую кислинку он меру сладкий очень вкусный особенно к чаю это великолепный пирог обязательно приготовьте для своих родных и всем приятного аппетита пока есть электричество хочу вам сказать о торецке сегодня по сравнению со вчерашним днем тишина и благодать где-то вдалеке немножко слышно взрывы по свету где-то в половину первого дня начали давать электричество практически во всем городе дали микрорайон девятиэтажки пятиэтажки дали свет но часов наверное шесть-семь снова электричество пропало но люди хотя бы успели что-то приготовить вот лёшина мама успела приготовить зарядить телефоны и немножко прогреть квартиру так что более-менее терпимо люди уже привыкли к такому и рады даже когда полдня электричество есть для них это уже хорошо верим надеемся что каждый день будет электричество в торецке вот что у нас мы выпили чай с пирогом очень понравился всей моей семье так что рецептик запоминайте мы уже помылись водичка горячая есть все хорошо настроение тоже хорошее я сейчас хочу смонтировать влог пораньше и пока есть электричество его выложу на канал спасибо большое новым подписчикам за то что подписываетесь за то что ставьте ставите лайки и дизлайки это тоже активность на канале много комментариев пишите вот выложу влог и прочитаю все комментарии что еще хочу сказать спасибо натальи анониму и светлане за поддержку канала эти деньги будут собираться и снова когда лена будет нуждаться в корме для кошечек снова купим корм есть зрители которые поддерживают именно наш канал с помощью этих денег мы можем себе позволить готовить рецепты для вас потому что в обычной жизни скорее всего я бы каждый день не пекла и не готовила такие вкусности даже не потому что финансовый вопрос стоял когда обычная жизнь была без войны я целыми днями была на работе приходила уже поздно вечером и выпекать и готовить какие-то прям шедевры не было времени и сил если пекла только обычно на выходных вот а так как я веду канал и хочется вас радовать выпечкой интересными рецептами поэтому покупаем продукты и готовим для вас спасибо вам большое что цените это что помогаете всем хорошие добрые ночи мира добра позитива меньше злости особенно в комментариях ребята она ни к чему хорошему не приводит ваша злость серьезно давайте быть добрее мы же все люди правильно мы все из одного теста делались поэтому любви взаимопонимания поддержки и увидимся с вами завтра пока пока